Всем привет! Некоторые из моих подписчиков хотели бы знать, какой диеты придерживаюсь я. На самом деле, никакой особой диеты у меня нет. Для поддержания формы, для поддержания тех результатов, которых я достиг, чтобы не худеть и не поправляться, основную задачу, основное то, что я делаю, это выполнение тех упражнений, минимальных тех упражнений, которые привели меня к этим результатам. Но, конечно же, при этом я стараюсь употреблять белковую пищу. То есть, на одной воде и овощах, конечно, мало каких результатов добьешься. Можно даже, если ты занимаешься, хочешь набрать массу, много работаешь над этим и ешь только одни овощи, фрукты, то можно так только истощить свой организм, то есть навредить ему. Поэтому, конечно же, я знаю о белке. Стараюсь, как я уже сказал, употреблять после занятий. Как правило, чаще всего я ем жареные яйца, куриные. После занятий, примерно через полчаса, бывает, сразу же иду и готовлю. Молочный, допустим, творог, сыр, сметану, рыбу, допустим, тоже ем. Мясо стараюсь кушать уже тогда, ну, то есть, в течение дня, уже когда даже я не занимаюсь спортом, просто чтобы присутствовал белок в организме. Вот. Потому что мясо, оно более долго переваривается. Я не считаю, значит, досконально, сколько калорий, сколько белка и, значит, углеводов и так далее, всего вот этого вот я, мне нужно и сколько я съедаю. Потому что я не считаю нужным это делать для меня, вот, тратить на это время. Хотя я не противник этого, то есть, я считаю, что, в принципе, кто этим занимается, кто это делает, то все равно от этого, я думаю, больше плюсов, чем этого не делать. Но я просто это не делаю, значит, как минимум, потому что это лишнее время для меня. Дальше. Что я еще хотел рассказать? Я, допустим, чего я не делаю, чего я не ем? Допустим, я не ем, значит, еду, которая жареная на растительном масле. Ну, бывает, конечно, где-то в гостях могу съесть, но специально я этого не делаю, не готовлю. Почему? Потому что то, что я слышал, что это вредно, это одно. Но, когда я ем, скажем, могу съесть там несколько котлет, жареных на растительном масле, мне становится плохо. Или болит живот, или тошнит. Вот, может быть, и что-то с поджелудочной, но факт, что в этом есть вред. Я это убедился на, значит, на своем опыте. Вот. Если я, допустим, жарю яйца, да, куриные, то я делаю это на сале, на жире. Вот. И ничего такого нет. Дальше. Допустим, что касается кофе. Когда я был подростком, я часто играл в футбол, особенно в летнее время, практически в каждый день. И, значит, по возвращению домой, часто я делал так. Возвращаясь, хотелось пить, я делал себе кофе, добавлял туда сахар, делал много кофе с целой кувшин, выпивал. И, значит, в один, после одной из тренировок, после одной из игр, разболелось у меня сердце. Вот. И после этого я заметил, что практически каждый раз, когда я пью кофе, у меня сердце болит. Вот. Поэтому сейчас я крайне редко пью кофе. То есть, если, допустим, очень хочется там себя побаловать, да, как-то уразнообразить свой рацион, либо, допустим, очень не выспался, а нужно что-то сделать, да. Вот. Но это крайне редко. Вот. Дальше. Чего я еще не делаю? Ну, допустим, я ем сладкое, да. Ну, если, скажем, у меня много сладкого, там, много конфет вкусных, там, может, шоколад, то старайся ставить еще на завтра. Вот. Допустим, если я ем... У меня есть сладости, то я стараюсь, чтобы, допустим, чай уже был либо менее сладким, либо вообще без сахара. Вот. Ну, вообще, моя философия, как бы, значит, о питании заключается, как бы, в том, что, как бы, нужно делать все то, употреблять, значит, кушать, так сказать, употреблять пищу такую, которая делает нас здоровее, моложе, сильнее, да. В сравнении, допустим, как, к чему я, наверное, пришел, почему я к этому пришел. Допустим, в сравнении с человеком, который пьет, курит или, там, еще хуже, наркотой балуется, да. Какие эти люди? Они... Что делает, вот, значит, злоупотребление? Человек становится, значит, слабее, становится, значит, менее активный, ухудшается координация, реакция. Уменьшается жизнь, да. И... Ну, вообще, все, так сказать, какие есть, значит, худшее... Худшее влияние, оно происходит у людей, которые, значит, пьют, курят, вот, и так далее. Вот, поэтому я исхожу из того, что нужно делать все с точностью, да наоборот. То есть, я стараюсь в рацион, как можно чаще, то есть, в течение дня, употреблять овощи, фрукты. Это, во-первых, витамины, во-вторых, это улучшает работу кишечника, работу органов, значит, это омолаживает организм, вот. А иногда даже просто на завтрак или, там, на ужин, вот, могу себе позволить, значит, чисто только яблоки, там, какие-то фрукты, овощи, да. Но если есть возможность, что-то я покупаю. Если нет, хотя бы то, что у меня есть, там, скажем, яблоки, груши, да, вот. Это раз. Еще нередко ем орехи тоже, потому что там очень много витаминов, очень много полезностей. Это я тоже иногда делаю. Что еще? Да, время от времени я делаю омолаживающие такие, оздоравливающие процедуры. Допустим, два-три раза в году я пью отвар боярышника, но хочу подчеркнуть, отвар, значит, не то, что продают в аптеке, допустим, на спирту настойку, а отвар, то есть, ну, как чай. Значит, я его минут пять покипячу, потом накрываю крышкой, ну, так сказать, подержу минут еще 15, чтобы он, как бы, настоялся. И пью натощах, ну, чашку, то есть, где-то грамм 200, там, 250, вот. Что это дает? Это улучшает, значит, кровообращение, улучшает состояние сердца, очищает, вот, вредных веществ, улучшает давление артериальное, внутричерепное. Это очень позитивно, это, как бы, помогает нашему сердцу, особенно это хорошо для спортсменов, вот. Это, это пьют и сердечники, и вообще, это всем полезно, боярышник. Может быть, есть какие-то противопоказания, то есть, если кто-то чем-то болеет, то может об этом поинтересоваться. Вот, но я советую всем, это очень полезные, полезные ягодки. Вот, ну, сейчас, например, зима, холодно, вот, я недавно болел, и поэтому я нашел еще один, давно я это собирался сделать, значит, такой ингредиент, такая каша, так сказать, состоящая из меда, значит, лимона и чеснока. Значит, лимон и чеснок в равных пропорциях, по 10, значит, 10 лимонов и 10 головок чеснока, но не зубцов, а головок именно, то есть, много. И, значит, единственное, что я выбросил, это косточки с лимонов. Все это, значит, перемолотил. У кого есть блендер, можно это через блендер, там, через мясорубку, но у меня ничего этого не было, я просто на терке это все пропустил. И, значит, полчаса, натощак полчаса до, до еды, до приема пищи, я это, значит, одну ложку этого, значит, средства употребляю. Оно улучшает иммунитет, чистит сосуды, вот. И, ну, кому это интересно, может в интернете об этом почитать, то есть, вообще, оказывает хорошее влияние на наш организм. Что касается, допустим, алкоголя, то, значит, к сожалению, я иногда могу себе позволить выпить, но это крайне редко, то есть, это не в каждый день или, там, через день, скажем, там, несколько раз в году в компании, в хороших компаниях, вот. Даже при этом могу выкурить несколько сигарет, вот. Но я ни в коем случае это не рекламирую, я просто рассказываю, как есть для тех людей, которым это интересно, да, которые хотят знать, хотели бы знать, как я живу, вот. Но это, еще раз повторю, это редко, и я это не рекламирую, то есть, это вредно, что там говорить, вот. Время от времени я, еще какие-то, значит, полезные, полезные в каких-то процедурах, каких-то там, скажем, может быть, чаях, там, травах, ромашках, там, еще о чем-то таком узнаю. Вот. И так могу немножко попить, но уже не длительно. Мелису там, или еще что-то. Вот. То есть, стараюсь сделать все то, что, значит, приводит организм к максимальному здоровью, то есть, улучшает координацию, чувствительность, силу, омолаживает. Вот. То есть, делает нас спортивнее, здоровее. Вот, в принципе, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Как я уже не раз, так сказать, привык говорить в моих видео, что если я что-то забыл, то я допишу это в описании. Вот. Если вы хотите что-то, чем-то дополнить в мое видео, или задать какой-то вопрос, то пишите в комментариях, я буду только рад. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok